Русские языки И урок наш начинаем Тема нашего урока правописание частицы «не» с глаголами Сегодня на уроке мы узнаем, что означает частица «не», как она пишется с глаголами С какой частью речи мы работали на прошлом уроке? На прошлом уроке мы работали с частью речи «глагол» А какая часть речи называется глаголом? Глагол – это часть речи, которая обозначает действие предмета и отвечает на вопросы, что делать, что сделать Узнали, что глагол в единственном числе обозначает действие одного предмета А глагол во множественном числе обозначает действие двух или более предметов Давайте узнаем, какую роль выполняет частица «не» в речи Прочитайте предложение На клумбе выросли цветы Добавим к глаголу частицу «не» Прочитайте получившееся предложение На клумбе «не» выросли цветы Как изменился смысл глагола, когда перед ним появилась частица «не»? Глагол приобрел отрицательный смысл действия Действие не совершилось Частица «не» запрещает, отменяет или отрицает действие Послушайте стихотворение о глаголе и частице «не» В нем спряталось правило Играть, работать и мечтать глаголу очень нравится Все делать очень живо Частица «не» красавица Но как она ленива Она не ходит, не сидит Не шьет, не жнет и не кипит Книг не читает, не поет Другим работать не дает Глагол же, не любя безделья С частицей пишется раздельно Итак, мы выяснили, что частица «не» с глаголами пишется раздельно Откройте учебник на страничке 78 Выполните упражнение 135 Прочитайте стихотворение Завести велели мне новые привычки Никогда девчонок не дергать за косички Никогда с братишкой не драться за обедом На уроках больше не говорить с соседом Выполним проверку Не дергать, не драться, не говорить О чем это стихотворение? О вредных привычках Какие хорошие привычки должны быть у девочек и мальчишек? Не опаздывать в школу Не рисовать на партах Не мусорить в школе Не бегать на переменах Не обижать младших и слабых А сейчас выполните следующее задание Прочитайте предложение И вместо точек ставьте частицу «не» Шило в мешке утаишь Лежа хлеба добудешь Одна ласточка весны делает После драки кулаками машут Проверим написанное Шило в мешке не утаишь Лежа хлеба не добудешь Одна ласточка весны не делает После драки кулаками не машут Как записали частицу «не»? Частицу «не» записали раздельно Вашему вниманию следующее задание Прочитайте стихотворение Выпишите глаголы с частицей «не» Ленивая кошка не ловит мышей Ленивый мальчишка не моет ушей Ленивая мышка не выроет норку Ленивый мальчишка не любит уборку Выполним проверку Не ловит Не моет Не выроет Не любит Итак, ребята, сегодня на уроке Мы узнали, что «не» это частица Частица «не» запрещает Отменяет Или отрицает действие «не» с глаголами Пишется раздельно Частица «не» Это орфограмма Не ругайтесь Не деритесь Не рыдайте Не дразнитесь Не кричите Не спешите Слитно «не» Не напишите Итак, полученные знания помогут вам выполнить домашние задания Открыв учебник на странице 79 Вы найдете упражнение 137 Вам необходимо выполнить следующее задание Спешите Проверьте написанное Подчеркните глаголы и частицу «не» До свидания Добрый день, дорогие ребята Сегодня мы с вами продолжаем путешествовать по бескрайним просторам нашей Родины Тема нашего урока «Россия на карте» Над Россией солнце светит И дожди шумят над ней В целом свете В целом свете Нет страны ее родней Так говорила Ольга Высоцкая Мы говорим Россия А что же это такое? Россия – это наша Родина Это государство Это Отечество Это страна, где мы живем Это место обитания многих животных и растений И, наконец, Россия – это Российская Федерация Страна, которую мы сегодня будем изучать на карте Сегодня мы пройдем по стране, изучая ее с востока на запад С севера на юг Изучая окружающий мир, мы узнаем, как живут люди Какие растения и животные населяют нашу страну Как выглядит поверхность, куда текут реки, какие богатства таятся в недрах И всегда с нами будет наша помощница – карта Карта нам рассказывает о земной поверхности, о климате, о городах той или иной страны Сегодня мы посмотрим, как выглядит наша страна на карте Научимся читать карту, правильно показывать объекты на карте Для начала давайте узнаем, что же такое карта Карта – это уменьшенное изображение земной поверхности на плоскости с помощью условных знаков История возникновения карты уходит в глубокую древность Тогда еще люди не знали письменности Они делали рисунки на камнях, бересте, дереве, шелке, костяных пластинках Возраст первых найденных карт – 10-15 тысячелетий В России первая карта появилась в 16 веке Иван Грозный велел землю измерить и чертеж государства сделать Первая карта в России называлась Большой чертеж А так Российская Федерация выглядит сейчас Как же показать объекты на карте? Стойте у карты справа Показывайте только указкой Показывайте не надпись, а сам объект Показывайте аккуратно, точно Название произносите четко Путешествуя, отправляясь торговать Люди вычерчивали карты тех мест Где они проходили и проплывали На эти чертежи наносились реки, горы, моря, города Люди договаривались между собой Что все эти объекты на карте будут обозначаться одинаково Это для того делали, чтобы люди, живущие в разных странах Могли ориентироваться по любой карте Как же читать карту? Научимся мы сегодня определять стороны горизонта на карте Что обозначает на карте различные цвета И познакомимся с условными обозначениями Сейчас мы будем работать с карты Становимся возле карты с правой стороны Берем указку Объекты на карте показывать нужно не точечно Посмотрите внимательно Это восточноевропейская равнина Если мы хотим показать горы То тоже обводим их и протяженностью от начала до конца Кавказские горы Уральские горы Посмотрите внимательно На карте голубым цветом обозначены моря Баренцево море Карское море Море Лаптевых Каспийское море Черное море Северный ледовитый океан Если вы хотите показать реку То нужно найти на карте ее начало И провести от истока к ее окончанию Если мы показываем озеро То тоже обводим его в своеобразный круг Города на карте обозначаются точкой Вот так Конечно же у каждой карты Есть условные обозначения Посмотрите на них пожалуйста Их очень много Одни показывают реки, озера, водохранилища Горные ледники Отметки глубин Пустыни, болота Это обозначаются физические карты Есть шкала высот и глубин в метрах Перед вами условные обозначения Карты полезных ископаемых Здесь каждая полезная ископаемая Имеет свой значок Населенные пункты обозначаются вот так А города подписываются Все пути сообщения тоже отмечены на карте Также обозначены и границы Все даты, которые нужно запомнить на картах Отмечены четкими цифрами Есть, если это карта историческая И места сражений И архитектурные памятники И музеи Все это вы можете узнать на разных картах Карты тоже бывают разные Бывает карта полушарий Бывает физическая карта Карта полезных ископаемых Карта климата Карта населения Со всем этим вы познакомитесь уже в четвертом классе Научитесь читать карту Ну а сегодня мы только с ней знакомимся Постарайтесь изучить условные обозначения карты К следующему уроку И запомнить их Попробуйте самостоятельно находить на карте Разные объекты Научитесь читать карту Наш урок на сегодня окончен До свидания, ребята! Субтитры подогнал «Симон»